всем привет привет артур тоже там привет вам говорит сегодня у нас суббота выходной день мы решили погода чудесная решили выехать на пикничок куда-нибудь на природу что-нибудь скушать сейчас мы наверное заедем магазин возможно в лидл и если там не найдем все заедем возможно еще в интер марше и возможно немного заснимем и покажем что там есть и потом расскажем вам про цены что мы там купили и немного покажем наше любимое пикничальное место место для пикника мы сейчас находимся в лидле мы будем покупать продукты для пикника по ценам скажи сколько баунти стоит 1 евро 60 то почем вон эти арибу у нас на канале есть фанаты арибу покажи сколько стоит какие ну возьми пакетик покажи что там есть такие дрожжи больше называется они стоят не очень те которые с черненькими вот тут зеленый пакет вот эти всякие резинки сколько они стоят 1 евро 6 рубль стоит хлеб какой бомбар 60 копеек батон 70 копеек такой багет мне нравится очень я здесь часто на работе когда это сам покупаю такие булочки сырные вот эти уже подороже всякие тоже сырные крок миссию рубль в нем колбаса сыр между двумя хлебом запеченный ну и всякие пончики пончик 50 копеек пакетик у нас тут есть еще вот эти вот всякие французские штучки шоколадинки это очень вкусная штука и в лидле в принципе они неплохие по 35 копеек для этой цены круассаны по 30 копеек вот они они очень даже прикольные вода вообще по 19 копеек можно набрать целую кучу и они вкусные классные все супер представление века покупаем хлеб и будем его резать в машине доставок вы в жизни такого представления не видели все бесплатно для вас для нас 2 рубля кстати это был к хлеба стоит но это такой модненький его еще надо умудриться вытащить эквилибристика великая эквилибристика как этот называется передача я забыл замок этот форт форт боя тараканов надо туда еще чтобы было страшно а ну покажи как это делать вот сюда его засовываешь единичка второй номер вот это закрываешь третий номер на кнопочку нажимаешь а тут насколько и все понеслась он поехал бедный хлеб его я порваю на куски а да наверное руку туда засовывать не стоит есть он порубанный чуть песни не показывай дальше как мы его достаем теперь каждый каждый кусочек смотри сейчас нож подумает что еще раз хочет порезать вот так вот так еще чуть-чуть горбушку не забывай кто-то любит горбушку больше всего хотя во французском хлебе кстати корочка очень классно она такая зажаристая крустящая ладно вот не знаю бананы 2 рубля за килограмм килограмм довольно дорого зеленый тут всякие запакованные штуки сырые жамбон и какие-то морские причин далее карпаччо дурачо икра красная икра красная 3 рубля 50 копеек кстати она какая-то самая какая-то она не такая баночки другие такую я не пробовал ладно идем дальше давайте я вам буду быстро показывать и по ценам не знаю такие бутрики всякие у цены принципе большими большими цифрами нарисованных и так видите вот на чем акцент сделать я не уверен у нас наверное такое оно не такое морковки всякие пицца рубль 80 пицца вот 4 сыра с колбасами такая в холодном виде домой приходишь духовку бац и через пять минут ешь пиццу неплохо неплохо кстати качестве упаковка сосисок 96 центов 10 10 сосисок дальше вот эти всякие французы любят нарезанные уже разные беконы жамбоны колбасы нарезанные рубль шестьдесят в общем цены конечно разные зависит от того сколько там траншей полосочек этих здесь 5 здесь 4 в общем на качество всего зависит вот есть такие сухие жамбоны испанские чуть подороже уже 14 траншей 220 многие тоже фанаты дальше поехали сырый французских всяких сыров конечно куча вот такой вот кусочек 3 рубля 2.50 вон кругляшок рубль 80 руб 60 здесь еще всякие размазневые сыры которые намазывать моцареллы разные козий сыр вот рубль 55 есть фанаты его бешеные есть наоборот его ненавистники машон воняет жестко в общем сыров как обычно целая куча это это лидл небольшой магазин здесь их не так уж много элементали обычные наши в принципе привычные имеют для нас президент вот пожалуйста президент не знаю продается наверное у нас я помню фирма сама она распространенная если конкретно такой продается камамберг руб 37 евро 37 стоит там пересчитайте переведите сколько примерно молочная продукция разные формаж план это по типу нашей сметаны аналог такой есть большая упаковка килограммовая рубль 30 стоит ну йогурты конечно йогуртов тут целая куча разных смотрите сами они продаются уже такими упаковками по одной штучке редко кто покупает разные шоколадные десертики шмесертики то есть это лидл опять же напоминаю в этом магазине не такой большущий выбор хотя магазин хороший он тут даже несколько раз получал выигрыш магазин сеть сеть года там тому подобное то что в нем цены небольшие а в принципе довольно уютная фигня можно что-то купить все что нужно пиво кто интересуется ценами на пиво правда марки такие ну вот хайники у нас вроде марка есть такая 405 за за упаковку в ней 66 баночек обычных 033 да потом дальше в принципе больше нет таких марок которые которые у нас вроде бы есть в общем среднем смотрите 4 вот одна банка 69 центов такие цены вот 39 центов баночка вот эти бутылки здесь 24 24 бутылки в этой упаковке стоит 66 евро кроненберг вот 539 за упаковку 12 бутылок яйца упаковка такая на 12 рубль 40 здесь на 30 штук 3 рубля примерно так огурцы соленые огурцы маленькие банка 90 копеек 80 90 побольше рубль 50 грибочки 45 копеек они это это кстати чего не здесь а это вот томатная паста а грибы 82 копейки сотни недорогие макароны макароны и разные макаронные изделия спагетти 39 копеек за полкило спагетти давай расскажу ну давай уже быстрее у нас пленка портится быть не берем и кино снимаем я уже сказал 39 копеек это упаковка стоит круто и талии дальше гнезда гнезда неудобно есть не надо подождется масло сколько стоит подсолнечное большая бодяжка у нас стоит 4 рубля но не только это три литра трехлитровая то есть получается для жарки специально а вот обычная бутылка сколько стоит а кольза это разве то же самое у нас же не кользова на же подсолнечное необычное а вот вот подсолнечное турни соль ну в общем вы поняли 3 литра 4 рубля то есть рубль с копейками литр оливковая 5 ну дорогое на там а вот дофигища в принципе горчица майонез и горчица майонез 33 копейки он пол литра это вот прикольная горчица с кусочками зернами зернами кетчуп хайн сколько стоит руб 62 виски battle виски western gold где он есть 10 рублей стоит дальше это я не знаю что такое джин 830 водка путь путинов водка путинов которые у нас стоит ну короче она наверно тоже примерно в этом районе 8 8 чем-то цен на нее мы не нашли шампанское всякая разная рубль 20 рублей 3280 ну сами понимаете шампанское во франции дешевле и вино дешевле хотя по качеству все будет чики-пики даже за три рубля вполне может оказаться но опять же надо конечно немножко выбирать вполне может оказаться нормально и на разные три рубль два вина не разбег у них может быть бешеный от от рубля и до 200-300 мой это какой-нибудь там за сколько сколько мои мои от сколько стоил 40 это это как как фильм называется волк с волк стрит там они пили маят банки по богатые модные давай с крема маньоном ну хорошо давай сами ну вкусно правда у нас и так сервис кстати принклс упаковка стоит рубль пятьдесят такой 210 грамм ну вот мы вышли скупились вот так лидл этот выглядит вон где он логотип то есть вон еще блин а все далеко в общем лидл это немецкая сеть магазинов но во франции тоже он очень популярны в каждом городе по-любому есть их несколько штук в арбит по моему их 3 или 5 даже он 5 зашли мы в другой магазин напитки какие-нибудь взять интер марше называется здесь тоже готовятся к пасхе видите яйца всякие шоколадные ферреровские такие вот макси сюрпризы это все праздничные штуки пасха у нас когда никто не знает ну ладно неважно скоро короче так это пойдемте дальше это все понятно здесь уже как видите магазин побольше он прям такой не маленький и цены чуть побольше смотрите вот здесь в этом магазине одних сыров только вук аж до конца и вот здесь они заканчиваются там вот это остальное все это йогурт и прикиньте какой зал тут метров 200 наверно и вот они сыры 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 сплошные сыры какие угодно причем это такие не модные это упаковочках есть еще отдел часа вам покажу там где они прямо такие деревенские настоящие не заводские вот они здесь и они здесь дороже и вроде как считается круче ну типа натюрель вся фигня вот они ведь кусочками разными плюс она идет дальше 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 еще много здесь вот здесь вот в интермарше выбор бухачки уже покруче здесь разные шампанские по 40 вот 130 даже бутылка дом дом переньон вот такие вот огромные есть тоже 130 стоит 40 30 в общем это самые такие нормальные хорошие французские настоящий вин разных куча он абсент с этим с ван гогом еще еще тут из модного black label 23 рубасика стоит где есть какой-нибудь вискально здесь вина 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 огромная курят 90 евро пони пожалуйста бутылка марго 2009 года шатомарго шатомарго 90 евро стоит сплин наверное любит такое шатомарго так у меня батарейка заканчивается может сдохнуть а ну посмотри идет циферки а да а да это хорошо значит еще не сдохло осталось 2 секунды осталось до чего там не пишут секунды пишут но это они не за батарейку я вот пивко такое купил кубаниста с мохитой я пробовал вроде бы неплохое было еще одно попробуем вот мы приехали на местечко неплохое хотя раньше было лучше вот здесь вот деревья посрубывали почему-то вот много видите пеньки раньше тут так классно было столики такие между деревьями тут речушка рядом мостик там народ в питанку играет такая классная была площадка там можно было шашлычки делать а зачем-то непонятно зачем может быть они чем-то там чем-то заразились деревья странно посрубывали в общем давайте вы вроде любите такое да давайте мы вам покажем что мы купили что сколько стоит хотя мы немного купили но тем не менее да только что для пикника это то что мы купили в ридли давай чек сколько оно все стоило чтобы людям сразу понятно было по деньгам хлеб багет у нас где он есть 70 копеек 2 за 2 по 35 копеек дальше это что жамбон рубль 65 ну вот эти булочки вы видели под 19 копеек они по моему сырную булочку артур съел и хлеб мы домой оставили дальше вольвик напиток стоил у нас кстати он не дешевый рубль двадцать четыре пивко стоило мое 224 кстати это баночка вообще не дешевая а это из лидва тоже несколько стоило не помню сыр в интер марша купили он стоил это плавленый срок очень вкусный менталь рубль 39 а чего тут нету нефть это перепутать а сильфит 12 вот это рубль 36 прингласс тоже из лидла но я вам там цену показывал все маке в макдональдс картоху по-селянски непонятно зачем остальное из дома там всякая ерунда огурцы в общем вот тут мы потусим по пикничаем а потом есть еще такая мысль у нас есть одна тема про которую наверное мы снимем здесь но это будет уже отдельным роликом тема о французах их как бы это сказать особенностях характера ну в общем узнаете потом а на этом наверное все я даже не знаю ролик в общем-то получился ни о чем но это ведь неплохо надеюсь вам это понравится все ставьте лайки подписывайтесь репост делайте колокольчики там жмите все всем пока